Экзотика рядом! В Октябрьском работает крестьянско-фермерское хозяйство, которое насчитывает несколько десятков разновидностей птиц. Для обитателей там созданы все необходимые условия. Как живется в Подмосковье уникальным представителем фауны узнавала наш корреспондент Анна Троян. Семье ведущих не привыкать вставать вместе с петухами. Всем составом вот уже в течение семи лет они занимаются разведением животных. Сейчас их крестьянско-фермерское хозяйство насчитывает 20 голов мелкого рогатого скота и почти полторы тысячи различных птиц, большая часть из которых перепелки. Доход приносит все птицы, она и яйца, и мясо. Мясо очень востребовано. К нам приезжают оптом, берут для своего производства и овечки тоже покупают. У нас вообще-то вся птица идет на продажу. Мы торгуем все птицы. Мы ее продаем, например, по весне маленьких. Очень покупают дачники и для мяса, и для яиц. Но в основном покупают оптовики. В крестьянско-фермерском хозяйстве Октябрьского пернатых выращивают не только на продажу. Очень часто сюда приходят, как в зоопарк. Чтобы посмотреть декоративных птиц, посетители приезжают со всего Подмосковья. Страусы, цесарки, павлины и всевозможные породы куриц. Только фазанов здесь насчитывается семь видов. Три вида павлинов. Это павлин белый, павлин обыкновенный или индийский и павлин орликина. Два вида страусов. Это черно-африканские страусы, страусы ему. Для детей, конечно, это интересно. Красивые птицы. Тем более, что мы не ограничиваем во времени проведения экскурсии. Отвечаем до последнего вопроса. Для посетителей я главный экспонат. Пожалуй, так о себе здесь смог бы сказать каждый страус. Экзотическая птица всегда привлекает особое внимание посетителей. Ведь она самая крупная и быстрая в мире. Пока их тут немного. Всего 10 особей. У страусов, как и у людей, принято жить с семьями. На ферме для этого создаются все необходимые условия. К примеру, эти черно-африканские вместе уже 5 лет. Они неприхотливы к климату, поэтому даже в Подмосковье дают хорошее потомство. Владимир Ружицкий остался доволен деятельностью люберецких фермеров. Глава подчеркнул, что развитие подобных хозяйств весьма важно для муниципалитета в целом. Содержать подобное не просто. Этот бизнес, он непростой, он даже тяжелый. Есть много всяких условий. Тем не менее, люди его освоили, занимаются, занимаются с любовью. Поэтому таким людям сказать спасибо и максимально способствовать и помогать. Октябрьские предприниматели и дальше планируют расширять свое производство. На прощание Владимир Ружицкий пожелал хозяевам успехов и новых путей развития. А также заверил, что власти сделают все возможное для поддержки такого бизнеса. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова